Ангелина. Ангелина, если вы здесь, дайте, пожалуйста, знать, откликнитесь. Кличка собаки Белла. Сейчас мы будем смотреть видео, и я зачитаю ситуацию. Те, кому из вас эта ситуация близка, пожалуйста, пишите. Каждый раз, когда нам на пути встречается кошка, собака, ее еле оттащишь. На видео кошка грациозно проходит мимо, а есть такие, которые при виде нас летят, сломя голову. Приходится идти и тащить за собой в прямом значении этого слова. При этом очень сильно дергает поводок. При этом была ищейка та еще, находит различные кости или остатки еды. Делаю замечания, наклоняюсь, чтобы забрать, а в этот момент она воспринимает это как игру. Начинает бегать от меня. При этом она на поводке все это время. Хочется безумно научить ходить спокойно, чтобы она не давала реакции на незнакомых людей, тянется к ним и играться или полоскаться. Это происходит не со всеми. А моя мечта гулять и вовсе без поводка. Что же делать? Вот, друзья, кому из вас эта проблема близка, эта ситуация близка, дайте, пожалуйста, в чат обратную связь. Вообще сегодня у нас такой интерактивный вебинар, интерактивная встреча, поэтому я буду очень часто к вам обращаться. Пишите, включайтесь, когда вы включаетесь в процесс, так лучше усваивается информация. Так, ну а мы готовы. Режиссер у нас готов. Дайте, пожалуйста, команду. И тогда 3, 2, 1, запускаем. Вот, мы сейчас увидели кошку. Соответственно, не обратив внимания, мы пройти не можем. Вот, все, побежала. Пойдем, Белла, пойдем. Все, пойдем, нельзя, 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 пойдем, пойдем. Все, нельзя, пойдем. Пойдем. Пойдем, нельзя. Здесь почти такая же ситуация, только я так поняла, что собака уже не щенок, собака уже достаточно взрослая. Значит, смотрите, здесь хозяйка пытается сказать собаке, что нельзя бежать за кошкой. Нормальное желание на самом деле, но смотрите, какая штука. Мы вчера говорили с вами о том, что просто запрет не объясняет, как надо. Ну, то есть, табличка «не курить» никак не поможет курильщику. Курильщику поможет указатель, место для курения. Никак не поможет ребенку научиться оперировать ножом и вилкой, если родитель будет все время говорить «не ешь руками», «не ешь руками». Значит, здесь ровно та же история. Ангелина, нужно объяснить Белле, как она должна себя вести в этой ситуации. То есть, там, где вам хочется сказать «нельзя» и где вы говорите «нельзя», подумайте, пожалуйста, какое поведение вы хотите видеть от собаки вместо этого. Как должна вести себя Белла, когда она видит кошку? Что она должна делать? И вот ответ на этот вопрос и есть ваше домашнее задание. И если вы хотите, чтобы собака проходила там по команде вместе, или там по команде со мной, мимо кошек, когда она их видит, нужно научить собаку ходить с вами на провисшем поводке. Сначала без кошек, конечно, сначала просто, чтобы собака любила ходить с вами рядом. Потом уже постепенно вводить какие-то раздражители. Если вы просто будете говорить «нельзя», это не объяснит Белле, как можно действовать в этой ситуации. Это очень важный момент. Ну и, соответственно, опять же, возвращаясь на шестой круг, заходим. Мотивации должны быть высокими. То есть собака должна очень хотеть получить кусочек из вашего кармана. Дальше смотрите, какая штука. А можно мне сделать так, чтобы я видела текст? Да, спасибо большое. Смотрите, вы пишете, что Белле нравится искать. Скажите, пожалуйста, взяли ли вы это поведение под контроль? Помогли ли вы собаке реализовать себя в этом виде деятельности? Смотрите, у нас, например, есть чудесная дисциплина ноузворк. Если ваша собака любит работать носом, с ней можно походить на ноузворк. Если в вашем городе нет такой дисциплины, можно играть с собакой в поисковые игры. То есть помогите Белле реализовать то, что она хочет делать. Иначе она хочет это делать, но у нее в доступе только кости и остатки еды на улице. Научите ее искать игрушки. Дальше смотрите, как интересно. Она воспринимает как игру, когда вы пытаетесь что-то у нее забрать. И она тянется играть с прохожими. Собака должна играть с вами. Я бы брала на прогулку разные игрушки и предлагала собаке разные игры. Игр много, и игры разные. Я думаю, что надо просто подобрать те игры, которые нравятся вам обоим, с которыми вам было бы комфортно играть на улице, и удовлетворить игровую потребность собаки под вашим контролем и под вашим присмотром. Вот примерно такой план действий. Спасибо.